Музыка Всем привет! С вами канал Звезета Видеоз и его автор и ведущая Светлана И канал Андербол и его автор и ведущий Виктор Сегодня мы снимаем совместное видео Путешествие по фортам Кронштадта и по маякам Мы сейчас приближаемся к форту Кроншлот Самому древнему форту, находящемуся на территории Кронштадта Нижний Николаевский створный маяк считается первым цельнометаллическим маяком в России Так, первая цель Первый наш маяк начнёт Ну вот, а дальше проще, дверь открыта Построен он был в 1857 году по проекту инженера-капитана Эйлера Круглая башня, венчающая маяк, была установлена во время его реконструкции в 1862 году И изготовлена она была заводом Сан-Галин Это один из самых старых маяков Кронштадта Естественно, он уже давно не действует Но, очевидно, является историческим париком И поэтому за ним следят С него открывается вид на сам форт Кронштадт Здесь тоже нас встречает чугунная винтовая лестница Все это очень красиво и антуражно Здесь внутри полная темнота Здесь находились круглые окошки, напоминающие иллюминаторы Они сейчас все заделаны, поэтому внутри маяка полная темнота Можно хорошо видеть, что все детали маяка Вся конструкция сделана не на сварных швах, а на заклепках Кое-где встречаются резьбовые соединения, болты Но в основном вся конструкция сделана именно на заклепках Вот такие окошки здесь Которые сейчас, к сожалению, полностью заделаны И наверху уже верхняя площадка Это верхняя площадка маяка Здесь прекрасный обзор на все окрестности На форт Кронштадт О котором подробнее расскажет Светлана Которая великолепно знает историю фортификационных сооружений Петербурга Итак, Светлана, пару слов расскажи по поводу истории этого форта Он древнейший, да? Да, это самый первый форт Кронштадта Основан он, как и сам город Кронштадт, Петром Великим В 1704 году Для чего? Для защиты острова Котлин от нападения шведских кораблей Вот там вот можно видеть Вот там такой красно-кирпичный многогранник Это здание, конечно, более поздней постройки Но оно интересно тем, что оно полностью повторяет очертания той самой первой деревянной башни Многоярусной с больницами, которая была построена здесь в 1704 году по приказу Петра I И уже в 1705 году эта башня получила свое боевое крещение И огонь ее пушек остановил нападение шведской эскадры на строящуюся крепость Кронштадт И сорвал планы проникновения шведов в Неву к строящейся новой столице Санкт-Петербург Между островом Котлин и фортом Кронштадт проходит главный морской фарватер порта Санкт-Петербург Можно видеть за моей спиной идет целая вереница из порта кораблей Вот такие грузопассажирские паромы последнее время посещают наш город Очень-очень часто, практически каждый день они ходят туда и обратно Ну, в общем-то, практически как трамвай А здесь находится, собственно, сам маяк за этой дверью Та лестница, по которой я сюда поднимался И здесь находился сам маяк А вот это, как я понимаю, именно через это, через систему каких-то призм Этот маяк служил навигационным прибором для судов, заходящих в бухту Кронштадта Так выглядит маяк Снаружи, скорее всего, в этой трубе находились какие-то лица, которые передавали свет от огня, который горел внутри Чтобы корабли могли видеть этот свет, ориентироваться, чтобы это выполняло функцию навигационного оборудования С верхней площадки маяка открывается отличный вид на комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений История наводнений в Санкт-Петербурге насчитывает более 300 зафиксированных случаев подъема воды Множество из которых повлекли за собой серьезные разрушения и огромные материальные ущербы О нескольких наводнениях я уже рассказывал в видео о Петроградской канализационной системе и о форте императора Александра I Еще в 1824 году инженерам Баззенам был предложен проект дамбы через Свинский залив для защиты от наводнений Который был признан неосуществимым при том развитии строительных технологий Строительство существующего комплекса защитных сооружений было начато в 1979 году Это сложнейшее инженерное и гидротехническое сооружение, включающее в себя 11 дамб, 6 водопропускных и 2 судопропускных сооружений, 6-полосную автомагистрали автомобильной тоннель с максимальной глубиной заложения 28 метров Общая протяженность КЗС составляет 25,4 километра Строительство велось в два этапа В декабре 1984 года был сдан северный участок дамбы и открыто движение автотранспорта между островом Котлин и Горской А полностью возведение КЗС было завершено в 2011 году с вводом в эксплуатацию южного участка Это фарватер, к которому сюда заходят в углу, в заливку И вот как раз здесь находятся те самые ворота, которые перекрываются для предотвращения автомобилей, для предотвращения затопления тела И вот под этим местом наложен автомобильный тоннель Мы покидаем этот маяк и отправляемся сейчас в форт Кронштадта, который находится рядом На этом я прощаюсь с вами В следующей серии из питерской поездки мы расскажем о старейшем форте Кронштадта Оставайтесь с нами на канале, будет еще много интересного Подписывайтесь, ставьте большие пальцы вверх и расскажите об этом видео на ваших страницах в соцсетях Всего вам самого наилучшего и до скорых встреч!